И после 5 часов записи этого видео, я уже просто ничего не чувствовал. Я не мог кликать, я даже не мог просто думать ни о чём. Vegas, то есть программа для монтажа, просто сходила с ума. У меня крашился проект, видео просто не хотело рендриться. Это видео будет весить больше 500 гигабайт. Я не знаю, может там вообще до терабайта дойдёт. Всем привет, с вами Айгера. Сегодня у нас важное и серьёзное видео. Конечно, я постараюсь комментировать весело, как всегда, но мне нужно кое-что вам рассказать. И у меня есть просьба, кому не всё равно на меня, досмотрите это видео до конца. Я готовлю для вас такой контент, я делаю 10-часовое видео. Это будет самое масштабное видео на моём канале за всё время. И сегодня я хочу вам про это рассказать. Но перед этим я хочу сразу сказать, чтобы больше людей это услышало. На этой неделе, в субботу утром, то есть 18 февраля, на моём канале выйдет масштабное 10-часовое видео, которое я сейчас для вас делаю. Я никогда настолько сильно не прошу вас о чём-то, но это исключение. Просто поставьте будильник или напоминалку, или просто держите у себя в голове, что 18 февраля на канале Агеры выйдет самое масштабное видео за всю историю моего канала. И, пожалуйста, не пропустите его, вы очень сильно удивитесь. И, да, не переживайте, само видео будет длиться около 10 минут, как и другие видосы на моём канале. Просто потрачу на него я намного больше 10 часов. Как вы знаете, у меня есть график видосов, понедельник, четверг, суббота. В эти дни уже на протяжении многих лет у меня выходит видео. Я придерживаюсь этому графику, и всё нормально, так будет и дальше. Но недавно я выложил видео, в котором рассказал о некоторых изменениях в моём контенте. Я сказал, что стал больше тратить времени на монтаж, и темы для видео, как по мне, стали более интересные, а также более сложные. Так вот, уже давно я планировал записать одно очень сложное и масштабное видео. Но у меня не было возможности потратить настолько много времени на это видео, насколько я хотел бы. Но, так как у меня сейчас каникулы на этой неделе, я решил взяться за этот видос. За этим видео стоит, можно сказать, целая история, про которую я вам сейчас расскажу. Также поговорим про некоторые трудности и просто про полную жесть, с которой я столкнулся в процессе этого масштабного видео. Но перед этим я просто хочу извиниться. Каждое видео я стараюсь делать с необычными темами. Например, недавно я выложил видео, в котором сыграл целых 100 игр на Скайварсе. Я потратил на него очень много времени. И не только про это видео я сейчас вам говорю. За последнее время на моём канале вышло немало видосов, на которые я потратил больше времени, чем обычно. Но, вы думаете, я на этом остановлюсь? Конечно же нет. Я вижу отдачу от вас, и многие говорят мне, спасибо, что стал больше стараться для нас. Мне очень приятно это слышать, и меня это реально мотивирует. Но, простите, что так получилось, что сегодняшнее видео просто разговорное. И хоть я не смог на сегодня выложить что-то более сложное, но, поверьте мне, я вас сегодня очень сильно удивлю. И особенно я вас удивлю в эту субботу. Дело в том, что все силы сейчас я вкладываю в это масштабное видео, которое выйдет в субботу на моём канале. Поэтому надеюсь на понимание и вашу поддержку. Буду благодарен, если вы поставите лайк, потому что это мотивирует меня улучшать контент. Спасибо вам. Так вот, что же это за видео такое? Я не скажу вам главную идею этого видоса сейчас, потому что, мне кажется, вам будет интереснее в субботу самим всё увидеть. Но, если вкратце, это просто очень масштабное видео. Думаю, моих слов о том, что это 10-часовое видео, и так хватает, чтобы понять, что видео действительно очень масштабное и сложное. Подобного я не делал никогда. Возможно, некоторые уже догадались, что я буду делать в этом видосе. Хотя, вряд ли. Ну, а напишите в комментариях, как вы думаете, что это за видео будет, вдруг кто-то угадает. Я могу рассказать вам несколько интересных вещей, связанных с этим масштабным видео, чтобы вас заинтересовать. Расскажу про сам процесс и историю создания этого видоса, который вы увидите в субботу. Во-первых, как я уже и сказал, записать его я хотел ещё много месяцев назад, но было несколько проблем. Во-первых, была проблема, которая заключалась во времени, которого тупо не было. А вторая проблема заключалась в том, что для такого видео нужно потратить много времени, как минимум, на монтаж. И в последнее время, как вы могли заметить, я немного улучшил монтаж в моих видосах. Как минимум, стал больше времени на него тратить. И я понял, что пришло время сделать это видео, которое я мечтал сделать ещё давно, поверьте мне. Но я просто боялся. Мне реально было страшно, потому что я не представлял, как я буду это делать. Я уже заранее понимал, с какими проблемами и трудностями я могу столкнуться. Но страх я переборол, и я специально выделил на это видео несколько дней. Даже, можно сказать, почти неделю. Начал его делать я ещё в понедельник на этой неделе, то есть 13 февраля. И, чтобы вы понимали, по сути, я сделал только процентов 40-50 этого видео. Хоть уже потратил на него много времени. И то, это я говорю процентов 50, только если взять чисто запись 10-часового видео. Не считая монтаж и дополнительную запись, которую мне тоже нужно будет сделать. Про монтаж я даже боюсь думать. Я понятия не имею, сколько на него времени я потрачу. В последние разы, когда я делал масштабное видео, Vegas, то есть программа для монтажа, просто сходила с ума. У меня крашился проект, видео просто не хотело рендриться. И я думаю, это случалось, скорее всего, из-за того, что в проекте было много материала. И он просто не выдерживал. Но я очень надеюсь, что в этот раз всё будет хорошо, и с этим проблем не возникнет. В понедельник я специально пораньше проснулся, поделал некоторые дела и начал делать это видео. Чтобы вы понимали, хоть у меня сейчас каникулы, график у меня улучшился на удивление. Не, серьёзно, я стал раньше просыпаться, чтобы всё успевать сделать. То есть, даже когда я хожу на учёбу, так как у меня пары начинаются иногда довольно-таки поздно, график у меня был очень плохой. Иногда я мог лечь спать в 4 часа утра и проснуться в 11. Радует лишь то, что остановка от моего дома находится близко. И зачастую я просто быстро вылетаю из дома и бегу к автобусу, чтобы успеть в колледж. Так вот, я начал делать видос, и после 5 часов записи этого видео, я уже просто ничего не чувствовал. Я не мог кликать, я даже не мог просто думать ни о чём. Поэтому после этого я пошёл спать, и решил, что лучше продолжу делать это видео позже. Хорошо, что я для него выделил несколько дней, поэтому время у меня есть, и я всё успею. Я, конечно, знал, что это будет сложно, но что прям до такой степени? Честно, я думал, что это видео я сделаю быстрее, и вообще мне казалось, что я зря выделяю так много дней для него. Но, оказывается, не зря. И действительно, по-другому я бы просто не успел. Сколько времени в общей сумме я потрачу на это видео, я тоже пока что сказать не могу, потому что я точно не знаю. Но если взять примерно 10 часов на саму запись видео, ещё где-то минимум час на запись дополнительного контента для видео, и на монтаж, видимо, столько же, сколько и на саму запись видоса. Потому что, подумайте сами, сделать плюс-минус 10-минутное видео из 10-часового реально сложно, и быстро это сделать просто невозможно. То есть, примерно сутки мне нужны для того, чтобы сделать это видео. И то, это если говорить по часам вообще без перерыва. Но, учтите, что я не робот, и мне ещё нужно спать, кушать, отдыхать тоже, но про отдых я уже давно забыл. Поверьте мне, я даже на улицу не выхожу гулять. Потому что всё, что я сейчас делаю, это занимаюсь ютубом, ну и учусь. Хотя, на учёбу не так уж и много времени я сейчас трачу. Как я уже и сказал, у меня сейчас каникулы, и вообще, у меня было много личных планов на эту неделю. Я договаривался погулять с одногруппником, ещё хотел кое-куда съездить, но мне пришлось почти всё отменить, просто чтобы успеть сделать это видео. Ну, это я так говорю для того, чтобы вы понимали, насколько я увлёкся более сложным и качественным контентом. Ещё очень интересный момент заключается в том, что уже долгое время я записываю видео в 200 фпс, чтобы они были плавные. Но из-за этого они весят очень много. И когда я увидел, что у меня на диске свободно всего лишь 300 гигабайт, я понял, что этого, ну прям точно не хватит для видоса, который я буду записывать 10 часов в 200 фпс. И мне пришлось почистить компьютер, удалить ненужные файлы, чтобы просто освободить место. И я не могу точно сказать, сколько это всё в сумме будет весить, потому что с записью видео я ещё не закончил. Но я примерно так прикинул, и походу это видео будет весить больше 500 гигабайт. Я не знаю, может там вообще до терабайта дойдёт. В какой-то момент у меня даже появилась мысль в голове, а что если это видео записать в 60 фпс? Чтобы оно весило поменьше, так же будет легче. Но нет, я хочу, чтобы мой контент был качественный, и видео были плавные. Поэтому я справлюсь и запишу его, как и другие мои видео, в 200 фпс. В общем, надеюсь, я вас заинтересовал. Ждите, в субботу, 18 февраля, на моём канале выйдет это масштабное видео. Не пропустите, и не забудьте его посмотреть. Ещё раз спасибо вам за вашу поддержку, а также спасибо всем за просмотр этого видео. И мне вот интересно, сколько людей досмотрело это видео до конца? Чтобы это проверить, напишите в комментариях, какая ваша любимая мини-игра в Майнкрафте. Я постараюсь поставить сердечко на некоторые комментарии, а также ставьте лайк на это видео, подписывайтесь на мой канал. А с вами была Гера. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok